Судебный штраф ректору ИРГУ Андрею Минаеву был вынесен 7 ноября. Последние дни перед заседанием он находился на больничном, вышел на работу и уже 12 ноября провел пресс-конференцию. На ней он заявил, что свою вину не признает и суд с этой позиции согласился. Надо отметить, что ректора Андрея Минаева и его заместителя Елену Кирьянову задержали 1 апреля после жала поступивших от преподавателей в прокуратуру. Проверка установила, что руководство ВУЗа, чтобы расположить проверяющих должностных лиц Рособранадзора и повлиять на положительный результат аккредитации, распорядилось поощрить работников университета. На эти цели были выделены средства 1 миллион 200 тысяч рублей. Часть выплаченных денег планировалось использовать на представительские расходы по случаю приема комиссии. Однако выяснилось, что деньги были потрачены руководителем ВУЗа и его подчиненной по своему усмотрению. Суд длился 7 месяцев. Поскольку деньги были возвращены, а люди, оказавшиеся на скамье подсудимых, впервые обвиняются в совершении преступления средней тяжести, следствие ходатайствовало перед судом о применении к ним меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа. Постановлением Советского районного суда ходатайство следователя было удовлетворено. На основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса уголовное преследование в отношении обвиняемых прекращено, однако прокуратура это решение обжаловала. Прокуратурой области по результатам изучения принятого Советским районным судом решения о прекращении уголовного дела в отношении должностного лица, а именно ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева, принято решение об обжаловании данного постановления. В связи с тем, что при принятии данного решения были нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства в части неправильного применения норм уголовного закона. Апелляционное представление уже направлено в суд и в настоящее время находится в стадии рассмотрения. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса при рассмотрении апелляционного представления суд может принять одно из десяти решений, вплоть до отмены постановления суда первой инстанции и направления данного дела на новое рассмотрение. Сейчас Советский суд принимает возражения на апелляцию прокуратуры, потом дело направит в областной суд, который оценит законность решения принятого судом первой инстанции.